Вот и подходит к концу очередной дачный сезон. А вместе с тем мы сегодня предлагаем вам посмотреть последнюю в этом сезоне программу из цикла «Теплица на радость». Как ни печально, но даже цветущие томаты сейчас самое время убирать, потому что они будут источником заразы для тех растений, которые мы будем высаживать здесь весной. Поэтому первым делом, приходя в свою теплицу и наводя в ней генеральную уборку, не забывайте уничтожать все органические остатки этого сезона. Это обязательное правило. Все, что упало вниз, корни растений, ветви, плоды, созревшие и недозревшие, все убираем в компостную кучу. Именно там, где под действием высоких температур, все это не превратится в источник заразы, а станет полноценным органическим удобрением для урожая будущего сезона. Выносим из теплицы весь органический материал и будем готовить ее к зимовке. Субтитры сделал DimaTorzok Основной вопрос, которым задаются владельцы теплиц по окончанию сезона, это оставлять ли почву в грядках, менять ли ее, обеззараживать ли ее и каким способом. И вот на этот вопрос каждый для себя должен ответить сам. Но прежде чем на него ответить, нужно понимать, что происходит с грунтом, который заложен в грядке, который находится в теплице. Вот сейчас, если мы посмотрим на то, что представляет из себя почвенный субстрат, это настоящая смесь корней тех растений, которые росли здесь в течение сезона, остатки минеральных удобрений, минеральных составляющих и, собственно, торфяная составляющая. Почему так происходит? Дело в том, что на ограниченной площади теплицы, на ограниченных грядках по объему, корни растений занимают всю предоставленную им площадь. Весь предоставленный объем, даже всю глубину грунта. Поэтому большинство питательных веществ к окончанию сезона уже из этого грунта вытянуты растениями. То есть мы можем с вами поступить теперь двумя способами. Либо полностью убрать грунт на всю глубину отсюда из теплицы, перенести его, смешать, например, с остатками компоста и заложить на гряды, которые находятся под открытым воздухом. Либо удалить часть поверхностного грунта и внести сюда тоже субстрат на основе торфа с дополнительным внесением минеральных удобрений. И третий вариант. Убрать по максимуму все органические остатки и внести сюда то питание для растений, которое будет длительно отдавать необходимые макроэлементы для урожая следующего года, при этом максимально оздоравливая ту почву, которая здесь находится. И вот к этому варианту я скоро вернусь. Ну а пока я займусь удалением растений из грядок, извлечением из почвы корней и остатков сорняков. Это самая первоочередная моя задача. Многие владельцы теплиц используют для подвязки огурцов или помидоров либо синтетические, либо натуральные. Естественные подвязочные материалы, например, пеньковую веревку. Так вот, по окончании сезона все натуральные материалы полностью уничтожаются. Синтетически могут обеззараживаться. Например, при использовании дымовой шашки внутри теплицы, когда все уже будет убрано. Можно использовать достаточно крепкий раствор марганцовки для того, чтобы обеззаразить и подвязочный материал, и сами грядки, для того, чтобы они не стали источником заразы на следующий год. И еще в теплице на всему должно быть абсолютно чисто. Я не скажу стерильно, но все должно здесь отдыхать. Здесь не должно быть никаких органических остатков. Субтитры создавал DimaTorzok После уборки всех органических остатков из теплицы пришло время теплицу вымыть. Причем нужно вымыть не только поликарбонат, но и металлические конструкции. Традиционно для этого использовались те средства, которые чаще всего и оказываются под рукой дачников. Для мытья теплицы использовались возможные средства для мытья посуды, а для обеззараживания конструкции – медный купорос. Но вот как раз эти вещества имеют множество недостатков. Если вы неправильно подберете моющий состав для поликарбоната, он помутнеет, он будет пропускать меньше света. А если вы будете год из года использовать медный купорос, будут накапливаться соли меди в почве, которые опять-таки будут негативно влиять на наше с вами здоровье. Поэтому мы нашли простой, экологичный и очень эффективный способ не только вымыть теплицу, но и обеззаразить ее. У нас есть средства от компании «Гудхим». Причем два из них используются для очистки теплицы, и одно из них для дезинфекции. Все очень экономично, экологично и просто. Ну вот, для того, чтобы нам в первую очередь вымыть теплицу от пыли, от грязи, мы воспользуемся следующим средством, которое называется «Экоурожай». Вот это средство подходит для обработки любых поверхностей из поликарбоната, из металла. Это средство очень мягкое, оно не вызывает коррозии металлических конструкций, и при этом очень эффективно очищает пластик, что позволяет свету проникать через поверхность теплицы и давать более высокий урожай. Вот сейчас этим средством мы и воспользуемся. Есть еще несколько доводов, согласно которым я отобрал именно это средство. Среди всей линейки именно средство «Гудхим-950» отвечает всем моим принципам уборки в теплице. Ну, во-первых, здесь не содержится никаких агрессивных моющих средств, здесь не содержится хлора. Также при мытье стенок теплицы, то есть поликарбоната, не образуются разводов и подтеков. Поэтому пользоваться этим средством, я думаю, очень легко и просто. Сейчас я покажу, как его использовать. Первым делом мы должны отмерить необходимое количество. На 1 литр воды нужно отмерить примерно 50 или 100 мл средства «Гудхим-950». Чем более загрязненный поликарбонат, чем более загрязнена теплица, тем больше должна быть концентрация этого вещества. Но я как раз разбавлю ее в пропорции 1 к 10, то есть 100 мл средства на 1 литр воды. Этим средством можно мыть не только поверхность поликарбоната, как изнутри, так и снаружи, и обрабатывать и мыть все металлические конструкции, особенно зазоры, которые образуются в результате стыковки поликарбоната и металлических конструкций. Если бы я занимался мытьем теплицы, ну, по крайней мере, несколько раз за сезон, то тогда работа была бы это несложной. Тем более для такой ежедневной уборки мы могли бы спокойно снизить концентрацию средства и действовать более экономно. Но в моем случае я немножко превысил концентрацию для того, чтобы сразу одним махом и обеззаразить теплицу, и сделать ее более чистой. Светопроницаемый. А попутно убить и всех микробов и споры грибов, которые остаются здесь после уборки урожая. Моющее средство для теплиц Гудхим 950 это прозрачная жидкость розового цвета с приятным ароматом. Предназначена она для очистки и дезинфекции стеклянных, поликарбонатных, полиэтиленовых поверхностей в теплицах, оранжереях и парниках. Моющий раствор эффективно убирает внутренние и внешние загрязнения, способствуя лучшему проникновению солнечного света. Кроме того, средство обладает высокой биологической активностью, уничтожают микробы, грибки, плесени, болезнетворные микроорганизмы, мешающие нормальному росту растений. Важное достоинство. Раствор совершенно нетоксичен, не содержит хлора и поэтому безопасен для человека и для растений. После мытья теплицы со средством Гудхим 950 нужно выдержать примерно 2-3 минуты для того, чтобы окончательно смыть все водой. При этом поликарбонат будет чистым, будут чистым и металлические конструкции, все будет подготовлено к зимней спячке моей теплицы. Осенняя обработка теплицы практически завершена, но по весне мы с вами должны будем использовать еще одно средство. Гудхим 230. Оно заливается в распылитель и им обеззараживается теплица от всевозможных болезней и вредителей. Это важный этап, который необходимо соблюдать для того, чтобы в вашей теплице все было гигиенично, красиво и практично. Состав для весенней обработки теплиц Гудхим 230 – это профессиональное средство, являющееся высокоэффективной альтернативой медному купоросу, традиционно использующемуся для дезинфекции на приусадебном участке. Это средство может применяться для обеззараживания оранжерей, теплиц и парников, как после сбора урожая, так и непосредственно перед высадкой новых культур. Он активно уничтожает огородных вредителей, их личинки и кладки яиц, борется с возбудителями болезней растений, с грибками и плесенью, сохраняя при этом кислотный и минеральный баланс почвы. Наносится распылителем внутри теплиц, парников и оранжерей, а после обработки необходимо выждать 20-30 суток, после чего можно высаживать растения и семена. Если ваша теплица, как в моем случае, состоит из поликарбоната и металлического каркаса, то обработать и дезинфицировать такую теплицу легко и просто. А как быть, если ваш парник, например, состоит из деревянного каркаса? Там уже простой обработкой не обойдешься. Нужно, чтобы средство проникло вглубь древесины, и там вызвало гибель грибков и болезнетворных микроорганизмов. И вот как раз для этих целей прекрасно подходит антисептик для теплиц «Экоурожай». Вот это средство прекрасно справляется с плесенью, которая как раз проникает вглубь древесных поверхностей. И самое главное, это средство устойчиво к повышенной влажности, не смывается. И этот состав идеален для использования в тепличных и парниковых условиях. А еще важное свойство этого препарата – он защищает деревянные каркасы от древоточицев и прочих насекомых. По-моему, одна сплошная польза. Ну что же, теплица просохла, она полностью подготовлена к зимовке, но сейчас самое время обратить внимание все-таки на тот грунт, который заложен у меня в грядах. Самый простой способ – это, конечно же, полностью вынуть грунт и занести сюда свежий. Но есть один из вариантов, который поможет вам вновь вернуть плодородие даже тому грунту, который практически отдал все ради жизни и здоровья урожая, который мы получили в этом году. А вот как обогатить почву всем необходимым для растений, вы узнаете прямо сейчас. Мы пригласили на съемку нашей программы специалиста, производителя специальных добавок для почвы, которые как раз и позволят получить богатый урожай. Здравствуйте. Добрый день. Вот я знаю, что, в принципе, самый простой вариант – это убрать почву, засыпать новую, самую плодородную, и урожай будет ежегодным. Он действительно самый простой, но он далеко не дешевый вариант. А во-вторых, представьте, сколько усилий нужно. Это нужно взять машину или, по крайней мере, тачкой вытаскивать отсюда грунт полностью. Вот здесь у меня грунт засыпан глубиной примерно 35 сантиметров. Я не поскупился. Но вот вытащить отсюда весь объем, по-моему, нереально. Еще куда-то вывезти. Вывезти, а потом привезти новый грунт, опять на тачке затащить сюда. И не факт, что он будет лучше, чем предыдущий. Это точно, потому что грунт сейчас привозят, какой попало. Есть ли какое-то средство, имеющееся в вашем распоряжении? Конечно. У нас есть замечательное средство, которое позволяет полностью восстановить грунт, по крайней мере, восстановить все его питательные составляющие, и подготовить его для посадки растений на следующий год. То есть до весны он сохранит свои свойства, если даже сейчас мы внесем все необходимое? Наши добавки сохраняют все свои питательные элементы, что бы мы с ними не делали до тех пор, пока не появятся рядом растения. Мы можем их поливать, замораживать, размораживать. Все, что мы можем себе позволить. Но при этом, пока не появится рядом корешочек растений, который захочет покушать... Пока появилась только собака. Думаю, что она будет равнодушна к тем добавкам, которые мы будем вносить в почву. Что вообще из себя представляет эта добавка? По виду, вот я вот смотрю, сыпучее вещество. Напоминает что-то из разряда. Я открою. Да, совершенно, конечно. О, напоминает чем-то перлит. Да, чем-то это напоминает, но это не перлит, это циолит, и точнее говоря, клиноптилолит. Это вулканическая порода, которая насыщена всеми элементами питания. Оттуда убрали то, что не нужно растению, и насытили тем, что понадобится растению при дальнейшем росте. Подождите, вот я знаю всевозможные минеральные удобрения, которые тут же будут использованы растением. По весне рассыпал здесь азотные, фосфорные, калийные удобрения, и все поперло. Вот в чем отличие вот этого? Да, только если мы сейчас насыпем удобрения сюда обычные водорастворимые, что при любом повышении влажности они у нас растворятся и уйдут, и какие-то питательные элементы у нас не доживут до весны. Ага, то есть все смоется в нижние слои? Что-то смоется, что-то останется, но при этом мы все равно не получим того результата, на который рассчитывали. А ваши не смоются? А наши не смоются. Наши все элементы жестко закреплены с носителем и работают только в тандеме с растением. Они независимы от влажности и температуры. Вот чем проще объясняет человек, да, тем понятнее механизм работы. Вот как происходит соединение корней растений с этим средством? Ну, мы это перемешали с землей, добавили в кольцо. Сколько? Давайте сейчас это, да. Следующий плюс нашей добавки. Его нельзя передозировать, можно так сказать. Потому что сколько бы ни насыпали, все пойдет впрок. Потому что увеличивая концентрацию, мы увеличиваем ресурс действия, а не саму химическую концентрацию в почве. Поэтому, и мы даже рекомендуем прямой контакт с корневой системой. Любое удобрение, которое мы знаем, если его поближе положить к корням... Корни обжигаются? Да, по меньшей мере это ожог, ну, или гибель растений. Здесь это абсолютно исключено, потому что они работают вместе. Эта среда умная, она знает, что нужно растению. А как она это знает? Метаболитик, выделяемый на корешочке, он уже своим химическим составом диктует те условия, которые ему нужны. Точнее говоря, если он просит азот, в этом метаболитике запрограммировано, что он именно хочет азот. А здесь есть азот. А здесь есть азот. Именно отсюда берется в том количестве, которое необходимо корню. Совершенно верно. Поэтому растение диктует свой оптимальный рост и свою динамику. Поэтому мы, добавляя, не прикладываем никаких усилий, даже умственных, ну, чуть-чуть физических, можно сказать, и получаем результат. Если мы не боимся передозировать эту составляющую, причем составляющую питательную для растений, какой расход, в принципе, должен быть? Вот на эту грядочку, я думаю, что здесь полтора на, даже метра нет, на 80 сантиметров. Оптимальный расход – это от 2% на литр грунта. Поэтому нам бы посчитать желательно не площадь, а глубину. Поэтому мы предполагаем, какие растения мы сюда посадим. Если это будут томаты, то глубина там больше, чем 20 сантиметров. Абсолютно. Это даже вообще не интересует. И при этом мы сейчас будем использовать универсальный субстрат, потому что пока мы не знаем, что мы будем сажать на следующий год. Если мы сюда планируем зелень, то мы можем для зелени. А ведь мы забыли про зелень в оборот. Вот здесь, если росли томаты, мы должны обязательно, для того, чтобы не было, опять-таки, рециркуляции тех болезней и вредителей, посадить что-то другое. Например, редиску ту же самую. Конечно, для редиски подойдет и универсальный в том числе. Но у нас есть отдельный препарат, который называется для овощей, для зеленых культур. Или есть такие любители, которые и цветы выращивают у себя в теплицах, и для цветочных культур. Поэтому сейчас мы, чтобы не ошибиться и гарантировать результат себе на весну, мы добавим универсальный. Так, рассыпайте то количество, которое вы бы считали бы достаточным для нашего растения. Ну, я думаю, что вот легким движением руки. Даже можно смело сыпать гораздо больше. А ничего, что я рукой без перчатки пользуюсь этим средством. Это абсолютно не вредно ни для растений, ни для человека в том числе. Он экологичен, так как это то, что взято из природы, мы фактически туда и возвращаем. Чуть-чуть немножко модифицировав его и добавив то, что будет полезно нашим растенцам. То есть, насколько я понимаю, это некий аккумулятор удобрений, который действует только при взаимодействии с корнями растений. Да, только здесь бы я даже не употреблял бы слово, что это удобрение. Это не удобрение, это добавка. Потому что в удобрении мы никогда не сможем вырастить. А в этой добавке можно фактически выращивать стопроцентный. То есть, экстремально можно поставить эксперимент. Насыпать вот данный, как вы сказали, субстрат. Да, полить и посеять сюда семечко или посадить рассаду. Да, это фактически получается высоко концентрированная питательная среда. Но при этом, которая отдает элементы питания равномерно. Но и это не удобрение пролонгированного действия, как вы сказали. Потому что пролонгированного действия, они все-таки температурно зависимые, влагозависимые. И они имеют срок ограничения. А здесь срока ограничения нет. Хорошо. Именно запас элементов питания. На какую глубину мы будем заделывать этот питательный субстрат? Мы сейчас можем заделать на 10-15 сантиметров. Я думаю, что больше не нужно. Если мы, опять же, забудем, что мы его насыпали. Даже если мы насыпем повторно весной. Ох, как бывает. Это с удобрениями по осени внесли. Особенно во время съемочного процесса. Давай-давай. Вот камеру не успела снять. Давай-ка еще посыплем немножко. Да-да-да. А потом думаешь, что-то у меня помидоры выбахались 3 метра, а они не цветут, не дают кладов. Да-да. Поэтому здесь у нас вариант ошибки исключен. Даже если мы второй раз посыпали, мы все равно сделали большой задел в почвах. Он не растворяется, и при этом он останется у нас в почве на несколько лет. И будет долго работать, и при этом еще служить как обменным комплексом почвы. То, чего, как правило, не хватает в наших землях. И при этом будет уже полноценной составляющей субстрата, не нуждающейся в возобновлении какое-то время. Да, при различных концентрациях он способен нейтрализовать еще кислотность почвы. Так как сам по себе циолит, по своей природе, да, он и в советские времена добавлялся в почву, но в качестве раскислителя, то полезная составляющая тоже не исключение в нашем субстрате. И естественно, что он служит как раскислитель, но в разумных пропорциях, конечно. То есть, таким образом мы можем вернуть плодородие почвы, при этом мы можем вносить параллельно и органические удобрения. Безусловно. Тут никакой не будет вражды между этой добавкой и органическими удобрениями. Совершенно верно. Он не вступает вообще в конфликт с любыми удобрениями. Он с ними договаривается. Ну, он работает с ними параллельно, можно сказать, потому что он работает не с удобрением, а все-таки с корневой системой растения. Он питает и дает именно гармоничный и правильный рост. На какую глубину мы будем теперь перекапывать наш? Давайте попробуем сантиметров на 15, потому что в любом случае по весне мы грядку повторно перекопаем, потому что в течение зимы она у нас слежится и захочется придать рыхлости почву. Поэтому сейчас мы можем перекопать сантиметров на 15. А пока вот перекапывать, я посмотрю на упаковку, которая вполне декоративна. Экологичность. Природный материал не содержит нитратов. Да. Почему он не содержит нитратов? Ну-ка, отвечайте. Азот в нем находится в аммонийной форме, не в нитратной. Поэтому растение не получает нитрат в прямом виде. Оно его в конечном итоге само репродуцирует, но уже в тех минимальных дозах, которые ему нужны для развития. Соответственно, если мы выращиваем, допустим, на этом субстрате салат, на этой добавке, то мы получаем салат с очень низким содержанием нитрата. По нашим испытаниям это было порядка 30 миллиграмм. Когда мы на упаковке какого-либо медицинского препарата или того, что мы купили в аптеке, написано, не является лекарственным средством, мы понимаем, что это биодобавка, которая абсолютно неэффективна. Тут написано, не является минеральным удобрением. Правильно, совершенно верно. Но это при этом и не БАД. Это действующая питательная среда, конечно. Поэтому его можно как называть и субстратом, и искусственным грунтом, и питательной добавкой. Как вы его не зовите, это все равно концентрат питания, который нацелен на рост растения. А что такое технология ионопоники? Ионитопоника. Это как раз технология, по которой он работает. Это когда иончик, выделенный в метаболите корня, меняется на ион в нашем составе. И именно вот этот вот обмен плюса на минус и дает эффективный результат. Также мы эти субстраты можем применять и в открытом грунте по аналогичной технологии. Ученые-то знают, что вы предлагаете для огородников? Данные субстраты разрабатывались Белорусской академией наук, академикам-солдатам. Они предназначались для выращивания растений на закрытых эранжереях. Это могли быть космические корабли, подводные лодки, ледоколы. В общем, там, где почву с собой физически взять нельзя, а нужна именно высокопитательная и концентрированная среда, которая позволяет выращивать растения без каких-либо умственных физических затрат, когда любой желающий может себе вырастить то, что он хочет. Ну и теперь после внесения, наверное, последует полив, правильно? Как все удобрения мы... А зачем? Во-первых, мы ничего сюда не планируем сажать. В поливе я не вижу никакой необходимости, да и тем более, так как он водно-растворим, то и поливать его не нужно. А только когда появятся у нас рядом растения, тогда мы его и будем поливать. Прекрасно. Сейчас он будет ждать. И мы будем ждать своего часа. А пока большое вам спасибо за рассказ. Я с удовольствием воспользуюсь этим средством и на других грядках, которые будут подготовлены у нас по всем правилам. И я посмотрю, насколько эта добавка, это удобрение поможет повысить урожайность даже на той почве, которая здесь была абсолютно выхолощена. Да, конечно, потому что это компенсирует все элементы питания, которые ушли вместе с нашими растениями. Растите на здоровье. Большое вам спасибо за рассказ. А это средство я протестирую и оставлю пока у себя. Обязательно расскажите, что у вас получится. Хорошо. Если вы думаете, что вымытая, обеззараженная и удобренная теплица будет стоять в закрытом состоянии до весны, вы очень сильно ошибаетесь. Когда придут морозы, непременно откройте теплицу. Это нужно для того, чтобы промерзла почва и погибли зимующие личинки насекомых-вредителей. А еще, когда выпадет свежий белый снег, непременно занесите его на грядки вашей теплицы. И тогда с первым поливом у вас не будет проблем. А талая вода прекрасно пробудит почву, подготовив ее к высадке новых растений в вашей теплице. Кстати, теплица долго без работы не простоит. Уже в феврале мы придем сюда для того, чтобы осмотреть ее, внести необходимые питательные вещества, если это необходимо, и вновь подготовить почву для того, чтобы посадить здесь растения, которые дадут вам урожай в новом сезоне. А этот сезон программы «Теплица на радость» подошел к концу. Я с вами прощаюсь, увидимся уже в новом наступающем сезоне. С вами был Сергей Новиков. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!